Алина Ломанникова хоть и живет по соседству в Латвии, но в Беларуси не была 20 лет. Этим летом нашу страну для себя открывает заново. Запросов к отдыху было немного. Главное насладиться природой и порыбачить в тишине. Семья уже побывала на Нарочи, сейчас любуется красотами Брасловских озер. Впереди поездка в Житковичи и, конечно, в столицу. Хочется кататься, на самом деле. Хочется сбрасывать скорость, везде останавливаться. Какие-то циркушки, какие-то такие интересные вещи, которые останавливаешься. Хочется и пофотографировать, и обойти вокруг. Очень здорово, интересно. Такая очень современная страна. Неожиданно современная. Такой случай скорее исключение. Зарубежный турист сегодня привередлив. Домашний комфорт, безупречные сервисы и анимация. Приходится проявлять смекалку. В Мирском замке, чтобы преодолеть отметку в 300 тысяч гостей, к экскурсиям по музею теперь прилагается посещение винных погребов и дегустация блюд Радивилловской кухни 17 века. Мы рассказываем о кухне тех времен. Мы рассказываем о том, что приготовились, скажем, медвежий лапы вишневым соусе, бобровые хвосты с икрой, лосиный ноздрь с миндалем, жареный жий, кабань и головой. Проходит определенное действие. Мы среди туристов выбираем действующих лиц. И цыган, матей, и пани, куханку, в гостях у которого все это происходит. Правда, лапы и хвосты заменяют на паштет, салые драники, а пиво на крамбамбулю и медовуху. Но заявки от туристов уже есть. Их не пугает ни осовремененная версия древнего меню, ни довольно высокая стоимость. Более чем в 200 рублей с группы. Показателем богатства являются сладости. Я всегда сама готовлю марципановый пирог. Еще одно направление – деловой туризм. Именно на него делают ставку во всем мире, как на один из самых рентабельных. По статистике, каждый четвертый путешественник планеты едет в командировку. Койко-места и завтрака уже недостаточно. Гостиница должна стать не только местом проживания, но и деловым кабинетом. Очень важно дарить гостям впечатление. Для них не так важны какие-то подарки от отеля, как понимание, что их здесь любят, заботятся об их комфорте, помнят об их каких-то предпочтениях. Мы сохраняем эту информацию, и при следующем приезде гостя его в номере может ожидать бутылочка вина или какие-то фрукты, либо для него заранее назначен его любимый номер. Но чего же все-таки не хватает туристам, чтобы чувствовать себя комфортнее в Беларуси и, что немаловажно, тратить здесь больше денег? Министерство спорта и туризма проводит опрос среди постояльцев 75 гостиниц по всей стране. Только за три дня около тысячи анкет. Пока неудобные вопросы о потраченных деньгах задают только в отелях и только иностранцам. Потом изучат мнение белорусов внутри страны. Исследования проводят впервые. До сих пор у нас нет объективной оценки туротрасли, а значит нет четкого плана, как развиваться дальше. Данные покажут, как заработать на путешественниках. Главное – разделять всех прибывающих на сегменты. Ведь средний чек от, скажем, туриста из России или Арабских Эмиратов отличается в разы. К тому же в законодательстве Беларуси есть моменты, которые требуют доработки. В 2014 году турист в среднем останавливался четверо суток в Республике Беларусь. В прошлом году мы поработали над техникой, турист останавливается уже пять дней. И это четко взаимосвязано с регистрацией. Он должен зарегистрироваться через пять дней. Европейский, особенно турист, он не привык к этим процедурам, и поэтому он уезжает. Правда, опрос учитывает лишь основные потребности путешественников в жилье, покупках и развлечениях. Сотрудники же гостиниц порой слышат просьбы самые невероятные. Найти президентский люкс для Дженнифер Лопеса в розовых тонах или отыскать за два часа первую любовь постояльца. Мы знали только фамилию, имя и место, где жила и училась эта женщина. Через знакомых, через телефонные справочники я вышел на родителей, позвонил, они согласились дать телефон дочери, и в итоге эти влюбленные встретились. С начала года Беларусь посетили уже почти два миллиона человек. В основном это россияне, китайцы и граждане европейских государств. Если сотрудники наших гостиниц с радостью откликаются даже на такие истории, это уже показатели. Белорусы ради привлечения туриста способны на многое. Надежда Звиновская, Игорь Тур, Александр Кривецкий, Александр Вавилов. Наши новости ОНТ.